учился тут еще подключиться так наша задача у вас должно было быть это теперь должно стать сегодня это потом будем мы там добавлять текстурки да еще а еще торшер там телевизор брак можно сделать такую еще ковер подцепить на стену как раньше квартира бабушки до таракана нарисовать до повесить что бы и не так в общем ну сегодня наша часть это окно и батареи да нам понадобится наша с прошлая работа вот да наша у нас там есть стол у меня на отдельном слой он у меня есть балкон не все есть не переживайте просто она мне сейчас то что не надо я его прячу до нужно в данный момент так бы ground image не надо в общем все подключали нам нужно только стенки и наше окно должно точно хорошенько прилегать к этим стенкам да поэтому я за основу возьму их вот далее далее как бы объясняю все быстро чтобы видео было короче вот а вы по видео еще будете вкуривать а я вам буду еще подсказывать да и так опять же да говорю что нам надо сделать все точно поэтому я перейду в режим редактирования нашего стены по выделяю вот эти вот грани именно по контуру вот как раз где будет наша дверь есть а вот еще это нажимая shift копирую и теперь п отсоединяю выделение так новый объект я его отсоединю выделяю это объем как его выделение видите пивот где-то черт на где он там не нужен поэтому вот тут с этой джины и ставим origin тут геометрии вот он тут все появилось нормально дальше заходим в режим редактирования выделяем точки вот это вот нам вершина не нужно вот это и вот это не нужно если вы просто нажмете x и удалите то дырки появились да нам как бы не надо поэтому мы их отсоединим на же нажимаем x и выбираем дислоу да вот это же самое можно проделать с помощью клавиши control x видите тоже отсоединяется затем нам нужно сделать два объекта окно и дверь вот поэтому делаю control r я навожу вот сюда и видите появилась вершина эту вершину надо выровнять относительно этой поэтому я нажимаю г это перемещение выбираю ось x вот и зажимаю control или наложу сюда есть теперь я вот эту и эту соединю вот и вообще как бы сделают это одним объектом видите а теперь вот эту вот видите она залипла нажимаю в и отсоединяю это отсоедините переместить мы перемещать не надо поэтому правую кнопку и вернул на место тут точно так же нажимаю в отсоединил вот этот объект сейчас он мне тоже будет только мешать теперь да я нажимаю l выделяю его целиком нажимаю h h это спрятан вот дальше беру эту точку нажимаю g control зажал присоединил к этой выделяю вот эти две точки f нажал залил выделяю все дабы в раму дабл с удалил двойные вершины потому как вот тут они образовались видите одна вершина удалена и теперь тоже нажал f alt h вернул все на место да теперь у нас есть два отдельных объекта вот то есть этот и этот вот теперь как бы мы все сделали у нас все точно по нашему проему да все нормально выполнено я нажимаю слышь и прячу стенки они мне не нужны и также теперь я выделяю два объекта нажимаю ай это инцы то есть создает видите грани на основе выделенных и где-то так что-то сделал нажимаю x и удаляют этих два фейса выделяю все вот и теперь экструдирую видите е подвинул на толщину как бы окна затем нажимаю control r и делю тут делаю две грани теперь беру перехожу фейсы alt и клик на это ребро не на это ребро потому что видите как выделяется вот на это и мне нужно тут точно так же сделать два выделения то есть я должен с шифтом и alt зажать и добавить еще к выделению вот здесь я буду формировать штатик да смотрите я нажимаю е она куда-то в одну сторону поэтому мы логически так думаешь она дальше что делать с масштабировать правильно и как видите когда я масштабирую у нас по оси y не уменьшаются знать что мы нажимаем shift y правильно и формирую вот такой небольшой там штатик вот да сделали теперь мы выделяем в режиме уже ребер alt класс класс тут control b покрутили потянули колесико покрутили вот если вы увидите то на окно взглянете то штатик это отдельный элемент мы его как бы визуально отделим выделю вот тут грань нажимаю control b вот так вот делаю небольшое такое расстояние е и утапливаю чуть-чуть да на рендере у нас будет опять же да вот тут такой прорисуется линии будет понятно что он отдельный элемент вот бабушку уважен до поставили пластиковые окна так дальше формируем дверь дай дверной проем вот опять же тут control r делю вот так сначала на 2 вот и тут также формирую этот же штабик фейс выделил вот здесь у нас будет немножко пойдет все не по плану нажимай е и с видите до масштабируется немного со сдвигом но это не страшно мы масштабируем опять же оси y отключаем смасштабируем вот так теперь просто масштабируем по оси x да и выравниваем все это движение наше выровняли вот теперь также формируем тут штаты control b потянули покрутили есть теперь надо сделать дверь alt и клик control x удалил это ребро вернее отсоединил перешел фейс из выделил это кольцо нажимая shift и копирую его вот скопировал теперь опять же нажимаю е с shift y вот потянул опять же там смотрю да ну как бы пойдет можно с теперь позе немножко уменьшу и с x shift когда зажимаем мы плавно регулируем да делаем чтоб у нас было все ровно ну вроде бы ровно когда это мы формируем дверки вот теперь alt и клик вот тут немножко выдвинем по оси y вот теперь е экструдируем выделяем вот этот лупо 5 е да с shift y выдвинем сюда перейдем режим спереди нажмем z на в прозрачности видим тут лучше нам это подгонять опять подогнали все как бы сформировали мы дверной проем вот этот кстати вот этот лук нам не нужен моего control x сразу удалим вот здесь а теперь вот это тоже control x удаляем и опять делаю control r делю на две равные части вот тут я тоже забыл про оконные проемы вернее про окна ничего сейчас мы их сделаем так молчать пишется видео так теперь до 5 формируем штабики вот нажимаю е с shift y подвинул перешел вид сбоку выравнил все это дело так есть а теперь выделяем также тут лук тут лук он трубе потянули есть вот с этой стороны тоже да уж так и к делаем прорезь control b е утопили так поехали что теперь нам надо сформировать окна да я сразу сделаю тут смотрите опять перешел в полигон и выделил вот это кольцо и выделяю shift альза сжимаю кликаю да вот это shift д я их скопировал два проема теперь нажимаю shift аж прячу не выделено перейду вид сверху нажимаю тут control r два раза да вот две 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 петли делаю с по игре q раздвигаю и тут точно так же control r две петли с игрек подвинул вот теперь опять фейсы кликаю вот здесь shift и кликаю здесь нажимаю x и удаляете фейсы и теперь у нас вот такие вот как бы обводки до получились теперь перехожу в ребра alt-клик сюда f нажал alt alt-клик короче f ну и вот эту операцию про проделываем много раз то есть мы формируем стеклочки поняли там внутри есть у стекла пакета еще тут какая-то там резинка да мы ее не будем уже моделировать не и кстати посмотри на окно ее видно и видно эту черную часть если ты сделаешь ничего страшного не произойдет как ее сделать вы уже я думаю отлично понимаете правильно вы тут точно также можете скопировать ну как его вот это кольцо от экструдировать его пришел вам показать вот я вот тут на одном покажу да и все то есть я вот тут должен вот эти вот грани опять кликаю выделяю их и вот там снизу хотел же нет я же хотел на окне тут сделать и вот кликаем какие-то внутренние до 1 2 час и верхнюю часть так и смотрим газет нажимаете вы все видите тогда прекрасно так теперь шифт копирую вот затем я беру нажимаю е и экструдировать вот отсюда контрол зажал да и включил привязочку вот теперь я могу кстати выделить от только этот элемент пока что до примеру делаем его вот так и дальше что я делаю он выделен так 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 теперь я сниму выделение вот с крайних колец вообще сейчас нажимаю альташ и видите я показал все и вот нам надо вот этот тот элемент я навожу эль выделил да вот это вот наша резинка из этой резинки нужно кое-что снять выделение я беру перехожу от фейсы нажимаю control alt и shift еще он джевать shift и кликаю это ребро промазал трудно его кликнуть можно как-то тут было по-другому наверно выделить так сейчас а нет я сделаю знаете как я его выделю вот видите еще с надо теперь не про а а вот это сниму выделить с этого вот выделен этот элемент опять shift а чтобы оставить только него теперь я беру перехожу фейсы снял выделение выделю вот этот фейс и вот этот фейс да именно два теперь опять сейчас alt h блин и опять все у нас показалось ладно нажимаю ай да и вот делаю экструдирую вот так вот и делаю control е bridge от шлипс по кстати вывернем нормале теперь покажем все альташ показать все да вот она выделилась сейчас у нас ну как бы она все все с ним хорошо с этим штабиком возможно его чуть выше нужно поднять вот видите я выделил его и надо надо на этот уровень его смасштабировать с shift y сюда под масштабируем и чуть-чуть сделаем даже выше и с x до сюда сдвинем ну вот сделали ровненько все у нас есть внутренние элементы это я говорю что это не обязательно вот опять же вы еще не знаете а текстурирование ничего поэтому вы вот эти вот окна вы их будете прятать вы их вообще отсоединим отдельные элементы вы их спрячете для рендера навожу на него эль эль понажимал до выделил одни эль и эль вторые то есть это наш стеклопакет нажимаем п и отсоединяем вы видите он появился тут как отдельный элемент вот этот отдельный элемент вы можете как во вьюпорте тут спрятать нажать на глаз и можете для рендера ему прятать вот вы для рендера его и спрячете да потому что вы еще не знаете что такое стекло и как его делать далее что мы переходим сюда и делаем завесы шифтей добавляем цилиндр вот уменьшаем переносим нет это завис и еще единичка вид спереди контрол единичка ведь сзади соответственно делаем сзади растянем где-то так выделяем верхний лук вот и нижний контрол б потянем покрутим контрол р разделаем разрез контрол б опять же раз двоим вот так да то есть боевых сделали нажимаем е с шифт z чтобы оси z не уменьшалась и тут можно еще выделить этот и этот лук нажать контрол б опять сделать фаску у короче завес готов да теперь надо их нам дублировать будет 16 д по оси z еще один и шифтер повторить операцию сделали теперь нам нужно добавить плейны сделать эту ручку сделаем чтобы плейн смотрел на нас да давай интервью вот и это менюшка f6 меню последних операций также доступно вот здесь вот или когда нажимать f6 она всплывет рядом с курсором с уменьшаем где-то под ручку да тут делаем вот тут она должна быть у нас вот перейдем на вид сверху пододвинем сюда есть опять перейдем к ней и и выдвигаем дальше я shift d по оси игрек пока что скопирую вот тут выделяю кольца да не петлю а кольца control и alt зажимаем кликаю выделились control b подвинул колесико покрутил выдвинул вот эти control b опять покрутил колесик есть теперь делаю саму ручку эль сюда придвинем немного уменьшим так ручка ручка готова почти да теперь ручку просто там экструдирую вот возьму сюда сейчас экструдировал уменьшу что такое что там смешно что я не так сделал так немного можем сдвинуть чего что-то непонятно вы спрашиваете сразу все нормально так сюда до поехали опять же от экструдировали вниз там с масштабировали теперь или навожу выделяю один объект целиком shift h спрятал не выделено и смотрите вот тут нужно только по острым граням их выделите сделать эту фаску потому как если я сделаю выделю все нажму shift b какой control b да видите фаска вот вот в этих местах ну зачем она мне к чему правильно так но это дополнительно куча полигонов а мы можем сделать вот так перейти в грани и нажать select sharp edges и видите выделились острые теперь опять control b и они теперь только в нужных местах появились правильно правильно вот теперь alt h показываю все что-то у нас тут еще чуть не хватает да не хватает подоконника кстати вы тоже надо так мыслить до подоконника как вы его будете делать вы начнете там куб мастыри до подгонять и в итоге у вас все равно все будет криво вот тут большинство деталей уже есть и стоят там где нужно то есть у нас подоконник вот тут должен быть правильно да shift d скопировали ребро е по оси y то есть экструдируем по и веку стенку покажем чтобы до выдвинуть на нужную нам на нужное расстояние но допустим такое пойдет да вот нажимаем опять l выделить этот связанный мэш е секструдировали опять l видим нормали вывернулись control нажали они у нас перевернулись если подоконник врезан в стенку да то мы можем его тут взять выделите немного подвинуть вот да теперь мы выделяем вот это эту грань опять все тот же control b подвинули покрутили все подоконник готов в принципе у нас уже окно все готово в окно тоже вы до смуз и авто смуз тут клац и все так но сглажено в общем все у нас красиво теперь батарея с батареей вообще у нас все просто окно прячем я слэш нажимаю оставляю стены z прозрачно тихо прозрачный режим shift и мы теперь добавим play вот play я зайду в режим редактирования вот вершины нажму alt m чтобы получить одну точку вот она моя . видите да вот и эту точку я теперь в включу привязки к сетке я вот смотрите на же даже могу магнит сразу включить видите сеточки привязалась есть абсолютное позиционирование у сетки и как бы там относительно относительно на ячейку ну чем это отличается отдавать я сейчас точку вот сдвину и покажу чем это отличается от сдвигал так смотрите у вас по умолчанию не абсолют как относительно и позиционировать включая привязку смотрите g видите она то есть тоже привязка есть но на одну ячейку а если вы хотите сугубо по вот этим ячейкам передвигаться тогда включайте абсолютно и нажимаю g видите вот и теперь мы опять нажимаем там е и экструд пошли сюда по экструдируем сюда сюда делаем в общем так и вверх да к соседям вот теперь выделяем вот эти вершины эту эти вот эти короче и вот эту и у точек тоже есть скос то есть если вы в это же перейдете увидите бэвел контрол до вертекс вот бэвел shift control то есть нам вот это нажимаем shift control b опять тащим мышку и колесико мыши крутим накрутили вот да отлично теперь нам как-то нужно добавить бы этому объекту объем чко и проще всего и быстрее это будет конвертировать наш мэш в кривую конвертировали вот теперь переходим в настройки кривой до появился тут такой пунктик перешли выбираем фулл вот заливку крутим депс видите у нас появляется толщина перейдем вид спереди труба где-то у нас 32 кстати обращаем внимание да сейчас вот тут нам показывают во вьюпорте одна клеточка один сантиметр вот легко все это покрутить например там чтобы она 30 где-то было миллиметров сделали да и так же крутим resolution ну до той степени пока у нас не будет нормально сглаженная труба вот нормальная труба да теперь нам надо как бы ламели сделать нажимаем shift и добавляем play на 5 говорим чтоб он смотрел на нас переносим в точку где будет первая ламель вот здесь выключаем привязки уже с масштабирую до высоты ламели это и теперь захожу в режим редактирования а кстати контролей сбросили поворот и масштаб зашли в режим редактирования с по оси x сделали подогнали где-то так вот немножко на виде сверху да вот начало будет ее тут заходим режим редактирования выбираем грани эту и эту грань опять на виде сверху нажимаем экструдирование по оси игрек вот теперь выделим все и возьмем соль и дефай не знаю где-то не могу найти его вот тут он где то есть но я его не могу найти в общем толщину задаем нашим ламелька не знаю пусть там три миллиметра до будет вот теперь не а вы ее массивом сделайте пошел у вас еще будет дублироваться на кухню потом эта батарея возможно она меньше будет или больше до массивом будет круче теперь вы снимаете выделение и выделяете вот эти вот видите маленькие грани тут и тут догадываетесь же зачем не ваша по 5 control b сделать и сделать такую штуку вот и дальше вы опять выделяете снимаете выделение сэлэк шарпэджис можно конечно было и модификатор был применить ну применим сразу до нажимая 5 control b и делаю опять же маленькую фасочку вот теперь поехали дальше так надо их размножить модификаторы array да видим появилась она у нас вот мы ее берем сдвигаем насколько там нужно так и натыкали вот и также я копирую этот модификатор скопирую копирую копе нажимаем да вот здесь нам надо по оси z их две штуки сделать идут по иксу обнуляем а позитом берем в отрицательную сторону сдвигаем вот получили эти все ламели теперь выставляем как ламели это или нагревательные элементы черт его знает в общем батарею как ну подвигаем есть и надо сделать сварку до трубочного посваривать что-то такую себе имитацию смотрите в данный момент это все наша кривая да нам не надо уже кривая поэтому опять альте и конвертируем в мэш видите теперь это мэш выделяем вот эту грань shift д копирую и стука ну копирую сейчас 6d и на место п отсоединяю вот выделяю ее все также origin перемещу сюда захожу в режим редактирования точки выделяю е по оси x да то есть экструдировали выделили опять все контролл н вывернули нормале е с экструдируем ось x отключаем да подвинули теперь выделяем все нажимаем дабы в с обдевает в сад девайде покрутим что-нибудь во первых количество да и есть фрактальность давайте покрутим фрактальность пожмакаем его чуть-чуть и есть также смуз о да и раздули допустим что-то такое пусть будет до вышли с режима редактирования также тут для него применили шейдинг смуз и взяли немного смасштабировали вот это так себе наши сварные швы будут пойдет перешли на вид опять там спереди z и покопируем их 6 д по оси z можно alt делать до чтобы не копировать данные ну уже пусть будет вот и теперь можем shift r повторить операцию выделяем их опять же несколько также shift d по оси x поставим все дым есть и вот тут а тут надо сдвинуть с этих control shift и левая кнопка снял выделение эти передвину сюда и теперь выделю еще одну 6d r90 покрутил перенес опять же в нужную нам . так по они сюда еще скопируем поставим так ну как бы все вот это ваша дз вам нужно отрендерить теперь окно короче отрендерить батарею и получить да вот эту картинку столик у нас есть теперь багеты это будет следующий урок багеты диван розетки торшеры телевизор да вообще все такое айфон это бокс с текстурами все модели можно вообще да все ничего там моделировать не надо так и так все видео останавливаем подписалось писалось до 30 минут у вас теперь есть еще сколько осталось два с половиной часа так что поехали